В 6.13, когда мне сказали, что все началось, я сказал, ну все, нам пипец. Мы между нами иноагентами друг друга читаем. Люди, слушая там эхо Москвы в разных видах, они совершают подвиг. Смерть не говорим, война не говорим. Нам легко все досталось. Свободы достались легко. Просрали, проглядели. После 24 февраля ваше личное отношение к президенту Путину изменилось или нет? Нет. Они так видят эффективность. Все в ноль, в прах, в дым. Ваш проект для России неправильный. А вот мой проект. Я считаю, что эхо Москвы должно быть в Москве. У меня молодой сын, и я думаю, что ему еще предстоит жить в хорошей России, в правильной России. Привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов. И я очень рад нашему сегодняшнему герою. Это Алексей Венедиктов, журналист и главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Ризнанный Алексей Алексеевич иноагентом. Алексей Алексеевич, привет. Рад вас видеть. Добрый день. Закрытая для вас радиостанция в кавычках, либо вы уже смирились с тем, что вас так представляют? Нет, я смирился, что меня так представляют, но она действительно закрыта. И несмотря на то, что мы в судах оспариваем эти решения против Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Кстати, почему мне говорят, что зачем ты идешь в суд? А там открываются такие глубины. Или наоборот. Прокуратура говорит, мы требовали закрытия. Ничего подобного. Мы не требовали, говорит представитель Генпрокуратуры. Мы не требовали. Где? Покажите. Смотрим бумаги. Нет. Роскомнадзор говорит, мы требовали закрытия. Ничего подобного. И как тогда судиться, если никто не требовал? Как сказал мой адвокат Калуай Хильгов, конечно, мы проиграем. Главное, чтобы протоколы остались. На потом. Но это решение, вы уже об этом говорили, лично Путина. Здесь сомнений тоже у меня нет. Согласовано с ним, безусловно. Вот по прошествии времени вы какие-то новые детали, все-таки уже прошло 4 месяца. Новые детали того, что произошло тогда в начале марта, узнали? Ну, смотрите, тут есть две составляющие. Первая составляющая, то, что эхо, так же как и дождь и новая газета, ничего не могло спасти. История заключалась в том, что когда обсуждалось 24 февраля, это уже в одно слово хештег, что называется, 24 февраля, было понятно, что пропаганда должна быть тотальной. В глазах людей, которые в Кремле, всего три медиа являлись влиятельными, репутационными и теми, которые влияли на людей, принимающих решения. Вот не на улицу, да, не только на улицу. Министры, депутаты, руководители агентств, силыки, они смотрели дождь, читали новое, слушали эхо Москвы. Это факт. И поэтому было принято уже изначальное решение, что эти медиа, они должны работать, а как закрыть отдел техники. Вот это первая история, она общая, и поэтому 24-го в 6-13, когда мне сказали, что все началось, я сказал, ну все, нам пипец. Он даже не сомневался. Чего бы мы ни говорили, даже если мы музыку пустили, там пипец. А вторая история заключалась, ну, в моих личных отношениях с президентом, как мне рассказали, я проверить не могу, я не встречался, не разговаривал с них до тех пор, что его, конечно, как мне сказали, выбесило то, что я прямо 24-го утром, в 7 утра в эфире, сказал, что это грандиозная политическая ошибка, причем она заключается в последствиях для моей страны. Украина чужая страна, а моя страна Россия. И ошибка заключается ровно в том, что будут ужасные катастрофические последствия. Я это сказал в открытую, и когда ему, естественно, в папочках тут же доложили, мне сказали, что это он счел как предательство. Да. Предательство. Ну, все, но он точно понимал, что мы будем делать. У меня с ним была дискуссия 13 лет тому назад, когда была война с Грузией, и когда он меня впрямую упрекал, что ты понимаешь, мы, наши солдаты ведут, а ты даешь слово грузинскому президенту, грузинскому министру обороны, что правда, а грузинскому, там, не помню, представителю в совбезе ООН. Ты понимаешь, что Россия ведет войну? Это говорил он в восьмом году. Я говорил, что такая профессия, Владимир Владимирович. И он точно понимал, что я это буду делать как в восьмом году, как в четырнадцатом году, ну и, соответственно, в двадцать втором. Вот это признание иноагента. Много ли из-за этого статуса с вами перестало общаться ваших друзей, коллег? Смотрите, если мы говорим про статус, то два-три человека перестало общаться. Более того, видимо, заблокировали мой номер телефона, потому что, когда я по привычке посылаю поздравления там с днем рождения, Вы видите, что не прочитано? Не то, что не прочитано, не дошло. Кто эти люди? Вы можете их назвать? Пара губернаторов, пара руководителей федерального агентства, один замминистра. Вот пять. Те, кого мы поздравляли с днем рождения, ну, иногда выпивали. Вот. А так нет. Нет. Но на самом деле сокращение общения произошло, потому что со многими моими знакомыми, добрыми знакомыми, я разошелся во взглядах на то, что происходит в России. И это общение просто, ну, о чем? Ну, вот о чем? Вот о чем общаться? Мы можем, конечно, встречаться и говорить, как обычно, там про семьи, но обязательно нас занесет в Украину. Ну, смотрите, еще четыре месяца назад в интервью Кате Гордеевой вы как раз говорили, что вы все равно поддерживаете отношения с Симоньян, и у вас была встреча 21 февраля, и Рада Зейналова, Маргарита, Тигранки, Осаян, муж Маргариты, и Мария Захарова, и что вы все равно сохраняете и будете сохранять вопрос дружбы с ними, потому что, ну, не ваше это дело, дружить это дружить. И вы будете пытаться свою позицию доказать, что, может быть, она как раз на них повлияет. Что произошло? Сейчас вы разочаровались? Мы встретились после 24 февраля, наверное, где-то, уже после закрытия ЭХА. Мы еще раз, так сказать, как говорят дипломаты, пробежались по повестке дня, поняли, что наши позиции с ней и Стигран был, естественно, тоже диаметрально противоположные, что убедить друг друга мы не можем. Ну, вот, и с тех пор мы не встречались и, по-моему, даже не переписывались. Дружить не имеет смысла. Не-не, ну, просто, ну, невозможно про это не говорить каждый день. Знаете, я же, например, если мы говорим о Маргарите, я знаю ее как совершенно замечательную мать. И она такая клуша над своими детьми, в хорошем смысле слова, такая любящая, готовая все делать. И когда я ей говорю про украинских детей, она это не понимает, я вообще не понимаю. Для меня это большая боль, когда мои друзья вдруг поворачиваются ко мне какой-то другой стороной. Я не понимаю, как она не понимает. Вот я не понимаю. Она же не политик, который должен партийный... Она в это верит. Она вот верит в то, что все правильно. И пробиться через это я абсолютно не могу. А что с Песковым? Я знаю, что вы не встречались и не созванивались после закрытия ЭХО и после статуса иноагентства. Хотя я знаю, тут не секреты для зрителей, что у вас были очень хорошие отношения, личные, не только профессиональные. Что с Песковым? Ничего, мы с ним переписываемся, так же, как мы обычно делали. Он просто отвечает? Он не отвечает. Он не отвечает. Но я опять-таки, понимаете, я задаю ему вопросы на уточнение. Мало ли кто у меня там в телефоне еще. У меня в телефоне есть и помощники Зеленского, которые мне отвечают. И Роман Аркадьевич Абрамович, который мне отвечает. Мало ли кто мне отвечает. Я человек с репутацией. Но опять-таки я, в отличие от Маргариты, я понимаю, что у Дмитрия Сергеевича ситуация такая, что он не Дмитрий Сергеевич Песков, а что он голос президента Путина. И что даже в личной переписке он голос президента Путина. Я ему задаю вопросы, можно ли уточнить у тебя. Ды-ды-ды, он мне отвечает. Ну вот. Ну вот, да. В этом смысле мы продолжаем общаться. И в этом смысле я продолжаю общаться и с федеральными министрами, и с губернаторами. Слушайте, я все равно занимаюсь медиа, да, я все равно занимаюсь информацией для моих там читателей, слушателей, зрителей. И я должен все время верифицировать со всех сторон. И я очень осторожно, скажем, мои украинские источники, когда все это началось, я всегда писал, могу ли я тебе написать, пиши. Ни одного отказа у меня не было. Если предельно честно сказать про... Я предельно честно, вы смеетесь. Про ваше отношение к президенту Путину, оно было разным, и вы всегда говорили о том, что это рабочие моменты, и я вас прекрасно понимал, как сам человек, работавший тогда в пуле президентском. Но, после 24 февраля, ваше личное отношение, непрофессиональное, если угодно, личное, гуманистическое, к президенту Путину изменилось или нет? Нет. В общем, если сейчас уже, вот, конечно, задним умом мы все крепки, но если сейчас думать, что он делает, в общем, ничего неожиданного. В личном качестве он не сделал. Он меня в личном качестве ничем не удивил. 24 февраля. Вот если подумать не на эмоциях, не на шоке, в каком я был 24-го, 25-го, 26-го, но когда он уже закрывал осех, и я точно понимал, что он это сделает уже 24-го. Тем более интересно было бы с ним сделать интервью и поговорить. О чем вам интересно понять? Неужели вы еще не до конца поняли? Ну, а я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Какой вопрос важный, который бы вам важно задать ему было бы? Вы знаете, интервью – это же не один вопрос, это же не пресс-конференция. Ты сидишь, ты задаешь первый вопрос, любой. Как настроение, Владимир Владимирович? Он скажет, ты цепляешься за ответ и идешь дальше. И чего он смотрит от того, что он будет отвечать? Потому что он может сказать, ну нет, ну нет, Владимир Владимирович, ну это не так, вас обманывают. Как вы можете объяснить, что вас обманывают ваши источники? У нас с ним был подобный разговор, он говорит, что папочки, твой интернет, ну и так далее. Но мне кажется, что это очень важно, потому что он все время как бы немножко меняет акценты, а для него акценты, нюансы, важные вещи. И вот вытащить из него эти нюансы на публичный, понятно, что он будет играть, но понятно, что это тоже можно показать в виде вопроса. И понятно, что это тоже будет пропаганда, часть пропаганды. Любой занимается пропагандой, и Байден, и Зеленский, и председатель СИИ, и он. Это понятно, да, и те, кто смотрит, да, они понимают. Но тут же важно все время человека разворачивать в нужный момент, да, уточнять, удивляться, возмущаться, смеяться. Твоя реакция во время интервью не менее важна, чем ответы, значит, принципала. Вы сейчас были в Литве, в Латвии, в Германии, разговаривали... В Турции, во Франции. В Турции, а, прям турне. Записывали интервью для живого гвоздя с министрами иностранных дел. Что нового принципиально вы в ходе этих поездок для себя узнали из общения с дипломатами? Смотрите, ведь у нас все время сейчас в информационном потоке идут кусочки, да, это такая мозаика, ты только успевай поворачивать голову. И самое главное, невозможно верифицировать. А если ты не можешь верифицировать информацию, ты не можешь понять, на основе какой информации они действуют. И когда я поехал в Европу, смысл был в том, что я поеду, значит, захвачу старую Европу, да, Францию, Германию, и, так сказать, восточную Европу, которая наиболее боевая, скажем, да, сравнить, понять, насколько у них единство сохраняется. Потому что для меня главный вопрос к ним всем будет. Вот вы говорите, вы все за победу Украины. А что вы называете победой Украины? Флаг над мавзолеем украинский? Ну, расскажите мне. Я не понимаю. Я понял, что они понимают, это разное, разное, как у каждого разное. Но есть консенсус в Европе, который заключается в том, что победой Украины, они, европейцы, и старые, и новые, будут считать уход России за линию 24 февраля. Сразу вопрос про Крым, да, наверное, возникает. Вот, это раз. И второе, что стало понятно, началось на истощение. А у кого больше ресурсов? У Украины при поддержке объединенного, или, как говорят, коллективного Запада, или у России с ее возможностями? И я понял, что вот эта фаза, вот это самое главное, да, что победой будет объявлено то, что Путин будет объявлять победу. Вот это победа. Или Зеленский, да, вот это победа. Я буду говорить, вот как Зеленский скажет, все, победа, мы, скажем, хорошо, все, победа. Вот Зеленский захочет сесть за стол с Путином, скажем, отлично. Не захочет, скажем, отлично. То есть они ушли вот в эту зону. Поэтому не важно, что мы считаем победой, говорили мне в открытую, важно, что они считают победой. Важное знание для меня было. Но при этом тоже надо понимать, когда ты разговариваешь с ними, с оппозицией. Это все-таки демократические страны. И они говорят там, да, наше население начинает немножко так вот. Счет за электроэнергию, инфляция. Беженцы раздражают. Очень интересное было интервью с мэром Риги. У него много беженцев. У него формально только в маленькой Риге 16 тысяч беженцев. На учете, на самом деле, умножай там на 5 и не ошибешься. Детей надо в школы, дети без языка. На это нужны деньги из бюджета. Бюджет-дефицит. Ну вот, да, люди там же налогоплательщики. А что это, как там некоторые латыши говорят, безработные, а что это вы им платите такие пособия меньше, чем нам, коренным жителям и гражданам? Конфликт внутри, а у них выборы осенью. Это тоже надо понимать, как вот это все происходит. И, конечно, Путин, это стало мне понятно именно после этой поездки, делает ставку на то, что вот это будет раздражение накапливаться, и тогда он с позиции силы уже сможет разговаривать с Украиной. Если говорить про журналистику и сотрудников «Эхо», какое-то время, и вы об этом говорили, Гордеевой, им платили зарплату 3 месяца. Нет, продолжают. Продолжают. Вот я хотел спросить у вас, как существует и финансируется производство сегодня живого гвоздя, и намерены вы все равно делать какое-то структурированное «Эхо Москвы» и возобновлять радиостанцию? Не обязательно же делать это из Москвы, по примеру того же «Дождя». Как вы собираетесь возобновлять радиостанцию, и откуда сейчас берете деньги на оплату живого гвоздя? Когда я работал в школе, я собирал свою библиотеку. Для того, чтобы собирать свою библиотеку, естественно, букинистическую, я договорился, что я буду торговать книгами. Я стоял напротив здания КГБ на Лубянке, у меня было разрешение, был лоток, мне из магазина книжного находка тогда, за памятником Ивану Федорову, мне выдавали букинистические книги, я стоял, девятиклассник, девяти и десятиклассник, сел и орал, а вот посмотрите, как это Тартарен и Старас Конри. Народ сбегался, покупал, за что я имел право в обеденный перерыв прийти и отбирать книги, которые я хочу купить. Я так зарабатывал на жизнь. Сейчас я к этому вернулся. Да, не прошло и сколько там, 50 лет. Через 50 лет я вернулся. Мы продаем журналы «Дилетант» через, собственно говоря, через наш шоп, мы сделали шоп в интернете, shop.дилетант.media, платим все налоги. Мы договариваемся с издательствами, покупаем редкие книги в книжных магазинах и продаем их. И это пока обеспечивает, мы не платим пока зарплату, но это обеспечивает небольшой премиальный фонд. То есть люди продолжают получать какие-то деньги, пока маленькие, но мы рассчитываем, что те, кто нас поддерживает, они в том числе покупают нужные книги и журналы. Это раз. А теперь что касается «Эхо». Во-первых, я считаю, что «Эхо Москвы» должно быть в Москве, потому что оно «Эхо Москвы». Поэтому открывать что-то там мне не кажется правильным. Это первое. Второе. Журналисты «Эхо» разошлись на свои проекты. Кто-то остался на «Живом гвозде» здесь, в Москве, значительная часть. Кто-то еще ищет работы большинством. Кстати, кто-то уехал, ведет свои какие-то проекты. Кто-то пошел в другие медиа. Там мой зам, скажем, Максим Курников работает и создает «Русский бильд», русскую редакцию «Бильда». В Берлине. Я встречался, кстати, с главным редактором всего издательства «Аксельшпрингера» и «Бильда», соответственно. Мы с ним про это тоже говорили. И там с Максимом несколько человек. Саша Плющев в «Вильнюсе», с Таней Фельгенгауровой. У них свой канал, который был. Поэтому я пока думаю, нужна ли интеграция. Не станет ли она символической только. В общем, решения нет пока. Но я не буду участвовать в проектах, которые, если захотят, кто хочет, может делать, которые будут создавать «Эхо» за рубежом. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Просто потому, что считаю это неверным. Потому что, если ты что-то делаешь в своей стране, в «Эхо Москвы», ты должен быть под теми же санкциями, под которыми твои слушатели. Я имею в виду не только западные, но и под теми же репрессиями, которые твое собственное правительство к тебе применяет. То есть ты должен жить той жизнью и тем воздухом дышать, которым основные твои слушатели это делают. А у вас есть понимание, что «Эхо» может возобновиться в России? Пусть с другими людьми, с другой командой, как я понимаю. В России я не вижу этой истории. Нет, ну мародеров-то кругом полно. Можно объявить себя «Эхо» вот кругом. Ну, я имею в виду «Эхо, как мы любим». Про «Эхо, как мы любим» я не вижу сейчас никакой возможности, потому что те законы резиновые, которые приняты, они просто не дают возможность существовать журналистике, не только «Эхо», в том смысле, в каком она существовала в Советском Союзе и в России с 90-го года. С момента закона о печати. Просто, ну это просто не журналистика. Потому что, конечно, можно все это узнать. Вы знаете, вот есть ограничения, да. Мы не называем это «черное, черное и белое не говорите». Да и нет, не говорите. Черное и белое не покупайте. Смерть не говорим, война не говорим. Поэтому в этом смысле я не вижу, как при нынешней, совершенно при нынешней законодательной базе здесь может работать профессиональная СМИ. Не оппозиционная, а профессиональная. Невозможно. По закону невозможно. Чтобы соблюдать законы невозможно. Какое у вас тогда видение своего будущего при условии, что «Эхо» в ближайшие годы здесь не появится? Ну, безусловно, у меня существует два проекта. Я участвую. Участвую. Я не главный редактор «Живого гвоздя», потому что там нет редакции, там вообще не СМИ, платформа. Я участвую в «Живом гвозде», и мне кажется, что я на своей работе создаю все-таки некие качественные продукты, некую планку, на которую люди обращают внимание. Это раз проект. Второй проект. Я думаю, что надо смотреть, как развиваются с точки зрения информации социальной сети и Телеграм. Пока особых идей нет, но мне кажется, что в условиях такой фрагментации информационного потока надо что-то искать в сторону дайджестов для того, чтобы люди, которые хотели разобраться, получали бы все-таки разностороннюю информацию. Вот, условно говоря, попадание ракеты российской в Кременчуг, да, но надо же, в общем, прежде чем там всем со всех сторон говорить всякие глупости, надо посмотреть на эту ракету, которая в конце 60-х была создана, где в ее формальных характеристиках видно, что она может отклоняться от цели на 600 метров. Ну, дальше уже как-то все понятно, дальше уже все. Ну, вот про это, кто-нибудь про это скажет, то есть на полкилометра она может от цели влево-право ходить, это невысокоточное оружие. И тогда люди, которые читают про этот кошмар в Кременчуге, они хотя бы понимают, что там незлобный майор дал команду, обязательно граждан, понимаете, да? Да, но люди гибнут, в чем разница? Люди гибнут, и это не отказывается, но это все-таки разница. Одно дело, когда во время ты не точно попал, другое дело, когда ты хотел попасть в детский садик, в школу. Ну, случайные жертвы, что же жертва их? Да, но это разные жертвы. Есть умысел, который делает тебя преступником. Преступника делает умысел. Я разговаривал с людьми, которые занимаются военными преступлениями, с охотником за головами. Для военного преступления нужен умысел, если это военное преступление. Вот, понимаете, и вот нужен ресурс, который это все объясняет, нужен ресурс, который... Я понимаю, когда все горячо, и хочется тоже орать, и хочется орать, и люди, которые погибли их семьям, все равно это случайно или не случайно, но с точки зрения будущего смотреть вперед, надо понимать, что те, кто совершает, и как сказал Макрон, независимо от страны, военные преступления, должны быть наказаны. Да, он говорит, но я не юрист. На это есть юрист, на это есть международные судьи. Если говорить про стримы, которые делают сегодня и за границей наши коллеги, как вы к этому жанру относитесь? Следите ли вы за кем-то, поскольку и многие ваши друзья и коллеги их делают, что вам нравится и что нет в них? Стримы – это не мое. С точки зрения старомодной журналистики – это плохо, это разлагает. Значит, они безразмерные, они бесформатные, но это слушателю все равно самое главное – там ничего не надо верифицировать. Вот сказал что-то, да, это может быть ошибкой или неправдой, но тебе не надо это проверять, ты идешь дальше. И у тебя нет ответственности, когда у тебя ответственность перед своей аудиторией, или ты соблюдаешь правила журналистики, старомодные, закон о печати, да, ты должен обязательно проверить, как с ракетой, да, нужно проверить. В стриме можно сказать, хм, это украинцы по себе выстрелили, ну-ка, это же звезды, и пошел дальше. Или наоборот, да. Ну вот это не мое, ну это другая профессия, это не журналистика. С моей точки зрения, как я понимаю журналистику. Но при этом они выявляют очень много талантливых людей. Мы видим профессиональных журналистов, умелых, которые туда перешли. Со всех сторон мы видим стримы Владимира Соловьева, извините. Да, с одной стороны мы видим там стримы Марка Фегина, с другой стороны, да. Но они все отличаются вот этой безразмерностью, безрепелляционностью и бездоказательностью. Но это тоже продукт, который потребляется очень хорошо в условиях кризиса. Людям хочется слышать то, во что они верят. Это, ну, это как проповеди. Люди же православные идут в православный храм, они же не идут в мечеть. Ну вот это то же самое, да. Вот это проповеди, большей частью. В стримы приглашают только тех, с кем ты согласен, таких гостей. Ну, как правило. Да. Как правило. Но я прекрасно знаю, чего скажут. Что за проповедь будет в православном храме, как в католичестве идет служба, как в синагоге идет. Это все разное, но ты знаешь, чем это все закончится. Вы говорили про реакцию власти на все, что началось с 2024, что сначала был шок, потом кураж и азарт, потом ударная волна и вот скоро радиоактивные осадки. Нет, скоро ударная волна, еще волна до нас не дошла, а потом радиоактивные осадки. Зачем вы остаетесь здесь, когда будут радиоактивные осадки, и мы это все понимаем, что все будет не очень просто. Вы знаете, никогда про это бы не подумал, но вот, когда тебя на улице останавливают люди, говорят, спасибо, что вы с нами в этот тяжелый период, человек там в больнице лежал, говорит, только живой гость. Спасли меня, значит, я должен, то есть я обязан, то есть это моя задолженность перед теми людьми, которые меня здесь смотрят. Там и так смотрят, там и так слушают, а здесь уже скоро слушание нас с вами будет приравниваться к подвигу. Вот смотри, вы что там слушаете-то у вас, что там заложено в компьютерах, уже начинают, да, нехорошо. И люди, слушая там эхо Москвы в разных видах, живой гвоздь, они совершают подвиг. Вообще никогда не мог подумать, но вот у меня никогда не было чувства миссии, никогда, вот никогда, все это фуфло. Но вот сейчас, когда, повторяю, тебя берут за руку на улице, говорят, спасибо, что вот эти два месяца, три месяца, просто, просто, хотя, хоть, хоть так. Я понимаю, что я нужен, но если я нужен, значит, я нужен, зачем мне идти туда, где я не нужен. Я им здесь нужен, все. Согласны ли вы с мнением эмигрантов новой волны, которые говорят о том, что оставаясь здесь и тем более испытывая чувство вины, но платя налоги, но ходя в рестораны, но ходя на выставки, в музеи и так далее, мы все равно этот режим тем или иным образом поддерживаем. Мне кажется, что это самооправдание тех, кто уехал, им не надо самооправдываться. Вот одна из моих задач поездок и встретить журналистами, эхо Москвы, была задача сказать, ребята, вас здесь никто не считает дезертирами. Прекратите оправдываться и тем более прекратите доказывать свое превосходство перед тем, кто остался. Это самооправдание. Не надо. Вы наши братья и сестры, вы не дезертиры, так же, как мы не предатели. Москва для вас сейчас какой город? Каждый все равно задумывается, когда он гуляет здесь, тем более лето. У вас есть какой-то диссонанс с тем, что вы видите в кафе на верандах нарядные люди и при этом внутреннее вот это ощущение катастрофы, если вы его испытываете? Есть ли у вас этот диссонанс с картинкой, довольно эффектной внешней и с внутренним состоянием? Нет, вы знаете, потому что я в инстаграме подписан на аккаунт «Мой Львов», и там то же самое. Кафе, гуляние, мужественные люди. А мы ждем ударной волны здесь, кафе, гуляние. Не знаю, люди во многом этим защищаются. Ну, я же встречаюсь, да, они себя защищают от чувства ужаса и катастрофы, которая случилась и которая будет. Вам не кажется, что большинству все равно? Ну, сейчас все равно, потом будет не все равно. Ну, вы знаете, я помню в книге... И все-таки мы главный актер того, что происходит, а не Львов. Да-да, я понимаю, тоже согласился. Мы Россия имеем в виду. У нас есть книжка, которую мы выпустили 19, 20, 21 августа, про 91 год. И там как раз 20 августа Матвей Гонопольский пишет такое эссе. Говорит, типа там, ехал мимо ГУМа, стоит очередь, выкинули что-то полосатое. То есть люди продолжали жить. В Москве продолжаются свадьбы, как во Львове и в Киеве. Да, слушайте, вот грызение локтей, ногтей, колен ничего не дает. Надо просто понимать свою ответственность и понимать, что эта ударная волна тебя нагонит. И надо оберегать своих близких от нее. И надо чувствовать свою причастность к тому, что происходит, и постепенно это придет. А это все внешнее. Ударная волна – это возвращение в 83-й какой-нибудь год? Мы вернулись в 83-й год. 40 лет назад? Нет, нет, мы вернулись в 83-й год, все уже было. И война в Афганистане в 83-й год, сбитие южнокорейского Боинга в 83-й год, санкции по этому поводу в 83-й год, хватание диссидентов, антроповские времена, поиски врагов народа в кинотеатрах, которые не работают. Это все уже было. До 84-го остался один год. Вот, но после, прошло три года, и пришел Михаил Сергеевич, и в 87-м году мы уже почувствовали, что это уже другое. Слушайте, а... Вы верите, что это произойдет? Ну, конечно, это произойдет, я историк. Через три, пять? Не знаю, три, пять, семь, не знаю, но будет все много тяжелее, конечно, потому что ударная волна – это экономическая волна. Да, это вот как страна восстанавливалась, да, это будет 10 лет, наверное. Не знаю, это к специалистам, но это будет обязательно, слушайте, у меня молодой сын, и я думаю, что ему еще предстоит жить в хорошей России, в правильной России. Это Россия, где свободная, свободная, где люди свободно заниматься бизнесом, где люди свободно заниматься общением, где люди свободно заниматься той профессией, какой они хотят, да, где люди спокойно, без границ общаются с другими, где репрессивные законы, которые сейчас приняты, будут отменены в одночасье, как их отменял Горбачев пачками, пачками просто. Приостанавливал, приостанавливал, а потом другая конституция. Все это будет, может быть, не на моей жизни, я все-таки во второй половине седьмого десятка, а может и на моей, кто знает. Вам обидно, что вот вы оказались снова свидетелем вот этой катастрофы, возврата восьмидесятых, что все шло, ваш бизнес шел, радиостанция, и что медленно, но верно, мы вернулись. Для вас это тяжелое чувство или нет? Такого дежавюр? Понимаю, обидно, да, наверное, обидно, но я не считаю, что это потеряно, потому что, видимо, страна, не страна, неправильно, видимо, люди, даже не скажу народ, люди должны были через это пройти. Нам легко все досталось, свободы достались легко, да, их нам подарили, ну, три дня постояли во время путча, и все. Михаил Сергеевич сначала, Борис Николаевич потом, вот вам свободы с борского плеча, вот, ребята, давайте, да, а нам надо, ну, хорошо, воспользуемся, нам надо. И так же легко утеряли, да, и в этом смысле маятник качнулся, да, и потом должно качнуться в обратную сторону уже, к сожалению, через вот это то, что мы сейчас проходим, через недоверие со стороны других многих народов, ненависть со стороны украинцев, презрение очень многих, и неважно, замылен ты в этом деле или нет, есть ли твоя личная ответственность в том, что случилось, или нет. Вот я когда говорил о своей личной ответственности, я-то ее понимаю по-другому. Да, потому что я все-таки не человек с улицы, и было время, когда там ухо протягивалось и в нашу сторону, и в мою сторону тоже разных людей. И когда я в 13-м году публично заговорил о сталинских нотках на пресс-конференции, если все помнят, меня оборжали, какие-то у меня сталинские нотки, помните, да, что-то такое, и все ха-ха-ха потом, и я как-то свернул с этой темы, и основная тема критики Путина, ну, кроме там, да, она шла по линии коррупции, а не по линии антивоенной. А я это чувствовал, но думал, ну, все же про коррупцию, надо же тоже про коррупцию. Это вот главная в этой стране проблема. Оказалось, не это главное, оказалось, милитаризм главное вот у верхушки. Просрали, проглядели, потому что про коррупцию легче. Там дворцы, самолеты, любовницы, щита, да это же красота, и народ хавает, да, и все. И вот этот милитаризм, что мы будем решать силовым образом, как внутри страны, так и снаружи страны, это завалилось за спинку кресла. И в это моя вина. Я-то должен был понимать, что опасность не только и не столько в коррупции. Сейчас вот некоторые со смешками говорят, так коррупция, это же замечательно. Видите, коррупция в армии привело к тому, что армия воюет плохо. Раньше надо было соображать. И раньше было про это надо было говорить и с Лавровым, и с Шойгу, и с Мишустиным, и с Медведевым. Не увидели. А я постеснялся, скажем так, потому что все ха-ха-ха. И про сталинизм, и про репрессивные законы. Не увидели, не увидели, невнимательно смотрели, да. Ну, мелочевка все, подумаешь, бля, Осетия Южная, это где, это что, Абхазия какая-то. Ну, Саакашвили сам виноват. Ну, вот Крым, опять же, да, ну, там население хотело. Ну, вот армию переезжаем. Ну, красиво, ракеты летят же, ё-моё. Мультфильм это как ха-ха-ха мультфильмы, идиоты. Не ха-ха-ха мультфильмы. Это же в голове у тех людей, которые правили, а мы ха-ха-ха мультфильмы. Я к себе эти идиоты обращаю, к себе. Высмеивали. А вот они летят, да, старые, советские, ну, вот и попали. Куда не надо, что называется. И в это моя вина, а не только ответственность. Я должен был, находясь близко, это увидеть. Предположим, я это видел. Я должен был про это говорить, но не говорил. Потому что легче говорить про то, что у тебя два самолета. Это правда. Это так. Как вы считаете, весь этот бешеный принтер, ещё с болотной начавшийся и последние годы усилившийся, это и на агентский закон, и внутренние репрессии, и мемориал, и это подготовка была к спецоперации, либо это была, как наш коллега Александр Баунов, на мой взгляд, очень точно заметил, что это была всё-таки, скорее всего, попытка не допустить здесь 85-го года, не допустить здесь перестройки. Да нет. И что это не связано со спецоперацией. Как вы считаете, есть ли связь во всех этих законах, репрессиях с подготовкой к 24 февраля? Связь есть, и она связана... Только не думайте, что спецоперации – это вот отдельная часть. Да. Это не отдельная часть, это часть видения мира у команды Владимира Путина. У него, конечно, в первую очередь, но у его команды. Они так видят эффективность. Они так видят, что вот страна в тяжёлом положении. Я же помню, как он говорил, когда... Это был четвёртый год. Просто это эффективно? Это просто это эффективно. Да, надо упрощать всё, да? Вот он говорил в четвёртый год. Вот смотрите, говорит, когда раньше принимали бюджет, надо было с этими коммунистами с одной стороны, с демократами с другой стороны договариваться, торговаться. Он щёлкнул пальцами, и у тебя дума проголосовала за бюджет. И мы времени потеряли, и стране лучше. И это вот разговор был один на один просто, да? То есть, что тут выпендриваться? Это такое виденье, это такое виденье, что часть Украины – это Россия, и Беларусь – это Россия, наверняка ещё что-то, ну, Российская империя, да? Я ему год назад, в последний раз, когда мы видались, в феврале. Тет-а-тет? Нет, нет. Это чума же ещё, эпидемия, удалёнки там несколько. И он тогда говорил, я напомню, он говорил, понимаешь, этот парень, да, амбициозный, он даже, может быть, не понимает, что им манипулируют. Но на самом деле, я думаю, что он понимает, он не понимает, потому что потрясение, потому что он этих щенков, молодёжь, на улицу выводит. И он это говорил, понимаешь, все главные редактора с таким вот напором, с таким вот убеждением. Говорит, ты смотри кадры, посмотри на улице, и всё, ты вот этого хочешь, да? И он в это верит, и это самое ужасное. Вера, это вообще такая штука, да, но ты её не проломишь. И вот тут я понял, что это всё части, это видение мира, довольно цельного у него, у него цельное видение мира. И, к сожалению, многие не понимали, что это цельное видение мира приведёт к применению инструмента вот к этой операции. Что вы думаете по поводу, я не знаю, читали или нет, колонки Иноземцева в «Гардиан», где он покритиковал нынешнюю российскую оппозицию, которая, ну, просто циркулирует от имени к имени и не произносит никаких новых смыслов, что это такая просто вот ротация привычных лиц, привычных людей, и не предлагается никакого, ну, по-настоящему качественного осмысления происходящего. Что вы об этом думаете, согласны ли вы с Иноземцевым и по поводу оппозиции российской? Ну, смотрите, я в своё время не вдумевал, кто такая эта Тихановская в белорусской оппозиции. Но как она работает сейчас, она действительно превратилась за этот год, ну, с 2020 года, в настоящую, да, она за рубежом, да, она в эмиграции, но никто не ставит под сомнение её роль, она объединяющая роль оппозиции, и та, которая внутри, те, которые с ней не согласны даже, и та, которая... Она символ, возник символ борьбы с Лукашенко, и он продолжает быть, его признают партнёры. В России Алексей сидит, Алексей Навальный сидит, и у оппозиции нет, поскольку нет лидера и нет программы, ну, каждый видит там, там, всё это было уже в 18-м, в 20-м году, от монархии до республики, да, потому что оппозиция – это, прежде всего, будущее России, образ будущего. Предложите проект, предложите проект, и человек, который может встать напротив Путина и сказать, вот, ваша Россия неправильна, ваш проект для России неправильный, а вот мой проект, как мы будем из этого выходить, вот, выходить из того, куда вы загнали, но нет такого человека. Они воюют друг с другом, и не говорят, как выходить всем, всей России, путинской, пропутинской, антипутинской, недопутинской, из той ситуации, в которую она погружается. Как остановить эту ударную волну? Она всё равно придёт. Как спрятаться от этих радиоактивных осадков, которые всё равно придут? Ну, не сейчас, через три года, хорошо. Где проект? Нет. Что вы думаете по поводу реформ, которые здесь были в нулевых, Греф, Кудрин, Чубайс, который уехал, это полное поражение их, как людей, которые во многом курс Владимира Путина на первом сроке определяли? Ну, я вам могу сказать то, что вам не понравится. Наоборот, то, что Россия выдержала первый удар санкций, вообще она должна была сломать хребет, честно говоря. Такого уровня и глубины санкций, вот я разговаривал там и с членами правительства, и экономического, и неэкономического блока, но никто не ждал, что вот так выстоит, вот на сегодняшний день, да, вот вынес вот эти четыре меры, вообще всё должно сломаться было. Это как раз ровно те реформы тех людей, о которых вы сказали. Экономические реформы, да, гибкая экономика, сравнительно гибкая экономика, да, хитрые действия Центробанка. Это тоже роль Центробанка заложена была Гайдаром. Да, но при этом Кудрин сказал публично, что с конвертируемым рублем нужно попрощаться. Ну, это туда, нет, слушайте. Это одно из его тогда достижений. Совершенно верно. Я думаю, что тут гораздо страшнее то, что вот бедный Михаил Сергеевич Горбачёв, где всё разрушено, что он сделал. Вот все реформы Горбачёвские, не экономические, а политические, всё в ноль, в прах, в дым. И когда мне говорят, ну, есть какой-нибудь показатель? Я говорю, есть, есть показатель. Когда Горбачёв уходил, силы быстрого реагирования НАТО в Европе оставалось 4 тысячи человек. 4 тысячи человек объявили НАТО, что теперь эти силы быстрого реагирования к концу следующего года 300 тысяч человек. А сейчас уже 40, а будет 300. То есть уровень угрозы-то, уровень натовских войск в Европе у наших границ. Но если говорить об экономике, да, а сейчас поползём, верно. Но то, что вот сейчас выстояли, это как раз спасибо тем реформам, которые в том числе в первый путинский срок были. Вот и с Чубайсом, и с правами, и со всеми делами. Вы говорили с Горбачёвым происходящим? Нельзя сказать, что я говорил. Он публично не высказывался, поэтому мне интересна ваша оценка. Нет, публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает, это было дело его жизни, да. Свобода – это дело Горбачёва. Все уже забыли, кто дал свободу русской православной церкви. Кто? Михаил Сергеевич Горбачёв. Свобода слова, первый закон о печати 90-х. Михаил Сергеевич Горбачёв. Частная собственность впервые. Михаил Сергеевич Горбачёв. Ну, что он сейчас будет говорить? Вы читали наверняка про следование «Медузы», признанного иноагента. Да, мы между нами иноагентами друг друга читаем. Да, про экономический блок, о котором я вас спросил. Про Центробанк. Про Эльвиру Набиулину, про Ксению Юдаеву, про других топ-менеджеров Центробанка, которые занимались и занимаются экономикой. Как вы считаете, поскольку там, ну, всё сложно и хотели уйти. И я знаю, что Набиулина говорила сотрудникам, что я приходил экономистом, а не осенизатором. На неё похоже. И в этом смысле они и остались. Да. Понятно, там уговорили, я думаю, была бы свобода выбора, бы ушли. Не знаю, не уверен. Вы считаете это пособничеством какого рода, как историк? Не, 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 никакого пособничества здесь нет. Значит, пособничество это всё-таки, когда присоединяются к победителям. А экономисты, ну, часть из них, с тем, кого я знаю, с кем я говорил, с Эльвирой Набиулиной я не говорил, они считают наоборот. Они считают, что идёт вот эта ударная волна, это же не я придумал, идёт ударная волна, и чтобы помочь просто людям защититься от этой ударной волны, надо сидеть и выстраивать щиты для людей. Вот их как-то, вот надо строить забор, чтобы эта волна ударила в этот забор, чтобы смягчила её. Для людей они чувствуют свою ответственность за это. Трактовать можно как угодно, но я знаю нескольких людей из эконом-блока, которые ровно так видят. Вот ровно так видят. У них нет недвижимости за рубежом, и не было. Для них эта страна – это вызов, понимаете? Это же на самом деле довольно трудно понять, когда у тебя страна и всё в порядке. Для многих из этих людей это рутина. Ну, рутина. Мы сделаем чуть получше, здесь бантик привяжем, тут подкрасим, на крыше вот новый материал изобрели, давайте. А когда у тебя ураганом всё это сносят, есть люди, у которых вызов именно во время урагана. Это внутри их характера. Вот понятно, запрещенная форма, но вы, если бы были вице-премьером в нынешней конфигурации, кремлёвской и белодомовской, вы бы ушли в отставку? По силовым? По силовым вы бы ушли в отставку? Если бы по силовым бы ушёл, по экономическим – нет. Это как раз очень простая… То есть вы это делите? Конечно, именно это я и делю. Это очень простая дилемма на самом деле. Экономический блок работает не столь на президента. Слушайте, вот приведу другой пример. Иран под санкциями уже сколько там? 40-50 лет, да? У верхушки всё в порядке. У них всё, у Айатом всё отлично. Они ничего не потеряли. Ни в бытовом, ни в каком смысле. Всё ужасно у людей на улице. У базара ужасно. У людей просто там. У женщин ужасно. В школах ужасно. Медицина ужасна. А у этих всё хорошо. Так вот, экономический блок, он на этих людей, на мой взгляд, он на этих людей. У этих и так будет всё хорошо. В экономическом смысле. Ну, я просто лично знаю многих людей, которые, этого губернаторов, которые испытывают шокот. Им может быть внутреннее несогласие быть ассенизаторами, да? Ну, то есть они приносят, судя по вашим словам, себя в жертву таким образом. Они несогласны с позицией своего начальника, но при этом они остаются работать, чтобы спасти кого-то. Возможно, чтобы спасти, а возможно, для них это вызов. Ещё раз повторяю, профессиональный вызов. Как в условиях урагана построить забор. Ещё два вопроса. Очень интересно. Вас удивило, что публичного осуждения спецоперации, за исключением нескольких человек, и то это были робкие попытки. Часть из-за границы, часть здесь. Но по-настоящему элита не высказалась. Нет. Вас это удивило? Нет, не удивило. Я же говорил, да. Сначала шок, ну шок, а потом кураж и азарт. Вот это мои разговоры в первые две недели. Ну, какой кураж, прошу прощения, Александр Алексеевич, какой кураж и азарт? Может быть, у Мардашова или у Дерипаски? Нет, я не говорил с Кардашовым и Дерипаска. Я думаю, что у них как раз куража было меньше, потому что они понимали экономических последствий. Я говорю о федеральном уровне, я говорю о губернаторах, я говорю о политиках. Я под элитами имею в виду и крупный бизнес. Нет, крупный бизнес мне трудно сказать. С теми, с кем я общался, у них никакого куража и азарта не было. Я узнал столько грязных слов, сколько я не знал, хотя я во дворе раз. Но они всё понимали, люди, которые занимаются бизнесом, и не только крупным, но и крупным. Люди, которые работают на земле, понимали последствия. Я говорю ещё раз, сейчас скажу страшную вещь, и, может быть, меня ваши зрители не совсем поймут, но для них сама операция, смерть людей, бомбёжки, вот войск, вторично. А первично последствия. И это такой взгляд, с которым я согласен. А дальше-то что? Вот это радиоактивные осадки, это же конец, говорили они, другое слово они говорили все. Вот ты же понимаешь, что это на нас долетит, ты понимаешь, когда Лавров говорит, мы не ожидали глубины санкций, и быстроты, и такой солидарности. По-моему, он говорил публично, ребята, вы просчитались, но бизнес, который всё это чувствует, тонко, они понимали, что это им конец, что это не конец там, Лаврову, а конец Мордашову, как крупному, или Фридману, как крупному бизнесмену, и конец его бизнесу, и конец людям, которые заняты на рабочих местах, в том виде, в каком он был. И это для них был шок, и никакого куража не было, и дальше надо было всё спасать, и они бросились буквально. 24 числа с вечером, мы просто видим там, переводить свои активы, менять, продавать, прятать, договариваться, благотворительностью заниматься. Первые, кто всё понял, это они. Да, будет другой бизнес, ничего, они, ребята, ушли. Строил, строил империю там. Да, я строил бандитский капитализм, говорит один мой собеседник. Да, я в самом начале стоял. И что теперь? Минус 40 лет, Лёш? Вот что такое последствия. А операции, ну, стреляют там, где-то стреляют, кого-то убивают. Но для людей, которые не стреляют, а которые работают там, на автовазе... Александр Алексеевич, вы ещё говорили про то, что терпеть, это ваш такой один из, ну, не слоганов, но один из принципов. Ну, это моя сильная сторона. Я понимаю, что это сильная сторона, но я не всегда понимаю, может, вы дадите и тем, кто нас увидит, тоже совет, потому что не все отвечают на этот вопрос, а для чего, ради чего и почему терпеть. Ну, это совсем просто. Особенно в нынешней, в нынешней ситуации, когда вот эти апокалиптические чувства, ощущения, они очень сильно у многих есть. Очень легко ответить. Во-первых, ради близких людей, потому что все находятся, многие все, ваши близкие, находятся в состоянии смятения. Им плохо. Я вот разговаривал с Алексеем Уминским, отцом Алексеем Уминским. Он рассказывал о том, как к нему приходят в его храм, приходят прихожане, разные. Он, кстати, служил в церкви «Что в хохлах?» Очень своевременно название в Москве. Приходят и украинцы, и он говорит, «Вы знаете, говорит он, они не спят, они перестали, они жалуются на что? на непонимание близких, на смятение в собственном душе и в том, что они спят физиологически. Значит, терпеть ради своих близких, быть рядом с ними, это первый круг, потому что они в смятении, потому что мир изменился и будет продолжать меняться. Непривычно. Вы оказались, вы жили на Марсе, теперь вы будете жить на Венере. Ну и дальше ради своей страны, потому что страна будет в жопе. Она сейчас уже, но будет еще экономически. И вам придется, сучив рукава, вытаскивать не только себя, не только свою семью, хотя хотелось бы на этом остановиться, не только своих друзей, но и свою страну. Ну, по-моему, вполне себе. Маленькая, но благородная цель. У вас смятение, когда последний раз было? Ну, по-настоящему, и мы... 24-го. 24-го я вышел из эфира в 7 утра, в 7-15 утра, что-то там сказал про колоссальную ошибку Путин, ну, что-то такое, как обычно. И делать-то чего? Вот семья, вот друзья, которые разные занимают позицию, вот страна, делать-то чего? Уже не мальчик. И это было смятение, действительно. Еще Эхо работало еще 10 дней после этого. Ну, я это понимал, да? А как? А что делать? Пришло время утешать и лечить. А как вы себя утешали и лечили? Сами себя не имеют в виду? Пошли выпили, покурили? Я не курю и не выпил я. Я начал вспоминать, что я знаю про историю. Я начал вспоминать, знаете, есть такая серия, называется «Повседневная жизнь во времена того-то, во времена того-то». Знаю, знаю, да. И, в общем, скажу ужасную вещь. Были времена и похожи, и люди там жили. И смутные времена, и чудовищные времена, ужасные времена, войны были, кровавые были и во времена Грозного, и в 20 веке, и у нас здесь, не только у нас. И, в общем, я не первый. Вот этим я утешал, что уже миллионы людей это проходили. Ну, засучила рукава. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова